Сергей 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 Ну я думаю всем хотелось бы узнать Почему именно целомудренную девушку ищите в жены Вам 31 год Началось наверное с того что у меня много родственников медработники это и мать и две тетушки и двоюродный брат и прочее И я о существовании микробов, вирусов знал лет с трех, наверное. Волею судеб, лет так в 12, прочитал справочник для медвузов по кожным венерическим заболеваниям. И, соответственно, узнал много нового интереса. Переклинил, называется? Возможно, да, но принял к сведению. Поэтому нельзя иметь книжки дома держать. Вы человек брезгливый, можно так сказать. Но вы же допускаете, что можно добрать невинной девушке, находясь в браке, если вы ей будете чего-то не додавать? Мир изменился? Допускаю. Никто не хочет чувствовать себя несчастливым, а интимная сторона, вы же понимаете, что она, можно сказать, основная в семейных отношениях? Понимаю. Может, вы тоже целомудренная? Нет, к сожалению, к счастью нет. Но я знаю историю, Сергей. Несколько ситуаций было, немного, там, по пальцам одной руки. Ну, мне уже 31 год. Ну, хорошо, хотите целомудренную, кто же вам скажет нет? Ну, вы знаете, что девушки, которые хотят очень выйти замуж, они могут и обмануть, да, могут и преувеличить. Да, бывают актрисы, но я думаю, что... А проверять как будем? Вещь хорошая, я на вашей стороне. Для начала... Справку надо. Для начала поверим на слово, а дальше будет видно. Интересно, предыдущие девушки тоже так же были невинны. Давайте про вашу основную девушку, про первую вашу любовь. Мы с ней познакомились в 22 года, работали вместе в одной организации. Правда, организация была очень большой, даже на разных этажах. Через сколько вы решили, что будете жить вместе, поскольку жить где-то надо, вы с ней сговорились на двоих купить квартиру? Взять деньги, да? Да, около полугода я просто присматривался, потом обратился к ней, свободна ли она. Оказалось, что свободна, стали встречаться, жить действительно было негде. И, соответственно, встал вопрос о том, что нам где-то... Вы москвич? Я, да. Валентина Сергеевна, а квартира большая? У нас не одна квартира, например. Не одна квартира? А почему же вы? А почему не хотели жить отдельно, купить сын? Нет, давай, позвольте, я внести вас. Взяли бы, если не одна квартира, одну бы, сыночки? Получилось так, что она невольно, что ли, обманула. Она только где-то через год, после того, как мы инициировали знакомство, сообщила, что она не из Москвы, а из города Ростов-на-Дону. Соответственно... А вы думали, что она москвичка? Я до этого не встречался с ней. А так ли это было для вас важно, чтобы была москвичкой? Увязка, готовка, пропалка, четок, год уже прошел, для меня уже не было важно. Но вот семья сочла, что если взрослые, занимайтесь сами. А, ну правильно, мы эту квартиру сколько собирали, квадратный метр? Это прям так раз и отталит. Девушка с братом снимала квартиру, мне, соответственно, там так получилось, что семья не одобрила, и решили брать ипотеку. И только, соответственно, решили, как наша фирма, ну, можно сказать, закрылась, была продана более крупной. И вы вместо двушки решили, ну, хотя бы на однокомнатную квартиру? И нас всех сократили, уволили, нарушилась непрерывность стажа, кредитная история. И вместо того, чтобы банк дал двушку на 10 лет, дал однушку на 20 лет. Мне кажется, что это совершенно не Катин человек. Мне кажется, он для меня, да, взрословат. Но посмотрим, что будет дальше. И девушка надорвалась. Сказала, больше не хочу сдать. Сейчас я уже предполагаю, что у нее были параллельные дела, потому что после того, как она отказала мне, она в скорости, менее чем через 3 месяца, уже именно вышла замуж. Я не думаю, что было параллельно. Я думаю, она уже так отчаялась. Возможно. Она так уже устала вот эту, тащить эту лямку. Все возможно. Скажите, вы ее прям искренне любили? Дело было 8-9 лет назад. Ну что ж, прям не помните, любили или нет? Думаю, что любил. А на вас? Вот вы чувствовали по отношению к себе? Думаю, что да. Просто вот, к счастью, разбился быт. Нет, ни о какой не быт, а тупость и о глупость разбилась. Вот, поэтому я считаю, что если есть возможность не грузить девчонок, если есть возможность что-то самому, ну не надо. Послушайте, у вас еще даже семейная жизнь не началась, а уже вот такие мучения. А что было бы дальше? Я не знала, что хочет сам заработать на квартиру, или что у них же есть квартира. Он, видимо, долго я не делал предложение, девушка устала просто с ним быть. Сережа, у вас есть братья и сестры? Сестра есть младшая. Младшая? Она замужем? Нет. А сколько? 29. 29? А как вы считаете, почему сестра не замужем? Потребности, возможно, превосходят возможности, некоторая брезгливость. Скажите, а вот вы свою вину какую-то ощущаете, что дети не... Свою вину? Нет, зачем? Я маму спрашиваю, извините, Сережа, я с Валентины Сергеевны сейчас. Книга была не моя, я даже не знала, хотя медработника ее существовала. Да ладно, какие мы, слушайте, я оборачивала книгу бумагой, писала историю английского языка. Это была сексопатология. Мелким шрифтом было написано. Клиент, пациентка К пришла на прием, и я засиживалась прямо, зачитывалась всем этим, и мама говорила, Витя, моему отчему, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Видишь, ребенок занимается. Мы каких только книжек не читали, формируют родители, а не эти книжки. У меня ощущение, Валентина Сергеевна, что вы обрубили крылышки, но я сестру не видела, а Сережу, вот он сидит и как старый дед, вот рассуждает. То, что ему в детстве вот так заложили, втемяшили, и по поводу этой брезгливости, он нерадостный. Вот у меня такое ощущение, что вам жить нерадостно. Если позвольте... Дело не в квартирах. Послушайте, у меня в 31 вообще ничего не было, я жила в коммуналке. Но я была как-то счастлива, я была жадная до жизни, мне хотелось отношений. Ты знаешь, как говорят, когда есть паруса, зачем держаться за якорь? В этом-то возрасте. Вы позволите, Встаня? Позволю, конечно. Дело в том, что ипотеку я выплатил вместо 20 лет за 2 года. Естественно, когда вы стали уже без своей девушки. Очень много работал, соответственно, лет на 5 выпал из жизни совершенно. Возможно, интенсивность труда наложила отпечаток на... И вот смотрите, сейчас придет если девушка на вашу территорию, и каждый раз, когда она будет лифчик вешать не на то место, а вы будете вспоминать, каким трудом вам это досталось, квартира, сколько вы потеряли, работая на эти квадратные метры. Представляете, как все будет раздражать? Вы представляете, как будет девчонке тяжело? Посмотрим. А что смотреть-то, Сереж? Как-то вы должны сейчас на себя взглянуть немножко с другого угла. Да, я понимаю, у нас дефицит мужчин, дефицит, правда. Поэтому у нас любой мужчина на расхват. Ну давайте как-то немножечко проще. Ну сколько той жизни, Сереж? Сколько той жизни, да. А вот вот западнославянская у меня девушка, это какая? Должна быть женщина нежная, высокорослая, волосы должны быть белые. Скажите, а от чего она должна ослепнуть в ваш адрес? А вот такая вот придет сейчас Никита, и у вас увидит... От меня ослеплять не обязательно. Здрасте, пожалуйста. То есть вы считаете, что мужчина вот выбрал, а она должна вас уже любить за то, что вы в пиджаке. Нет, она тоже должна вам ответить взаимностью, она тоже в вас что-то должна рассмотреть. Согласен. Поэтому я вот сейчас хочу Валентину Сергеевну спросить. Какой ваш сын? Хороший. За что его можно полюбить? Он добрый. За надежность. Надежный, он не предаст, он не жадный, он всегда поможет. За трудолюбие. За трудолюбие. Я не знаю, его в хорошие руки, ему цены не будет. Понимаете, 31 год, если не был женат, хорошие руки могут сломаться, надорваться и оторваться. С ребеночком надо брать и водиться уже. Да, это самое лучшее будет, конечно. Я подозреваю, что скорее всего моя роль будет это добыча каких-то материальных благ, хотя не откажусь, если женщина тоже будет обладать благами, потому что в моем роду все женщины, насколько усматриваются назад, и мать, и обе бабушки были богаче своих мужей. Мне кажется, его уже родители настолько затюкали, знаешь, вот ему надо, надо, иди, выбирай себе жену, а он не может это сделать. Если, Сергей, вашей маме и вашим тетушкам не понравится ваша избранница, вы будете прислушиваться к мнению? Видите ли, я сам уже не нищий, к счастью, но имею виды на наследство. Так что приходится согласовывать свои действия с мнением семьи. Вот тетечки-то обрадовались. Ох, какой вы продуманный. То есть, если не придется к двору, то вы отворот-поворот, потому что... Не факт, надо смотреть. Нет, ну как, вы же сами уже сказали. Если пока это будет, то чего? Нет, я говорю, если полюбит, вот сердце, а она опять будет из Твери или из Ростова. Как вы справедливо заметили, я немножко погрузился в технические дела и стал суховат, возможно. Поэтому внезапно полюблю я едва ли. Это будет процесс какой-то итерационный. Поэтому любовь нечаянно наградит, не про меня. Резгливый со всеми, вообще никак. Даже за руки никого девушек не трогала. Вот, все равно, наверное, пора бы уже. Вы будете брачный контракт составлять? Скорее всего, да. Я предполагаю, что женщина будет не беднее меня, даже, возможно, богаче. Это в ее интересах. Роза, кого ты видишь рядом с Сергеем? Есть такая система, не мной она придумана. У порядочного и добродетельного мужа. И даже вот женщина никакая станет порядочной и честной. Сомневаюсь. А у другого, вроде скромницу дашь, глядишь, и она такая похотливой становится. От мужа многое зависит. Это да. Мне, в принципе, не страшно, не жалко выдать ту девушку с теми требованиями, которые вы предъявляете. Спасибо. А почему бы нет? Может, он с мамой покладится, с женой, да, знаешь как. Вы для меня абсолютный психотип, литературный персонаж Каренин. Он не был плохим человеком, он был любящим отцом, он был заботливым мужем, он был труженик. А почему она ему изменила? Потому что воздуха не хватало в семье. Потому что хочется расслабиться. Не вот это вот потому что, а просто так. Вот в счастье хочется. Вот проснулась бабочка, смекали дочь. И оно его все. У вас, вы такой упорядоченный, вы такой весь последовательный. Невозможно. Я считаю, что вы жену запилите, замучаете, и она, конечно, от вас слиняет. Если вы что-то в себе, Сергей, не пересмотрите. Я ведь не говорю, что это плохо, искать девушку невинную. Я же не говорю, что плохо, что вы труженик, и что у вас такие мечты. Но мухи рядом сдохнут. Позволите комментарий. Ну а в чем? Вы уже все рассказали. Я просто это так считала. Я себя ставлю на место молодой девчонке. Я думаю, я же должна буду сейчас присматриваться. Я же должна буду кому-то вам рекомендовать. И с маменькой с вашей от одного взгляда позвоночник в джинсы провалится. Понимаете, это же страшно к вам прийти. А еще тетушке, а если еще она слушается, не дай бог, и наследство не получит. И все время жить в таком напряжении. Вы забываете то обстоятельство, что институт семьи традиционный в западном обществе отмирает. Поэтому, к сожалению или к счастью, даже мне уже не стыдно, например, не быть женатым. Такие девочки зажигалки к нему пришли, а он так сидит, как тюфья. Хочется выйти и разбавить их компанией. Василиса, что со звездами? Женщина нужна прежде всего понятная и достаточно простая. Вам замороченная женщина не нужна точно абсолютно. Она должна поддерживать вас в ваших исканиях, в ваших мыслях, которые вот так вот сейчас отпугивают от вас. Но тем не менее, в ней все-таки должно быть больше простоты. Я бы не искала интеллектуалку такую, скажем, замученную и замороченную. Ваша беда в том, что вы честно рассказали нам о своих мыслях. И поверьте мне, эти мысли в головах у большого количества мужчин, только никто их так не высказывает. Вы поступили, на мой взгляд, не по-стариковски, как Лариса вас обвинила, а по-детски. Потому что это детская позиция взять и сказать все, что у тебя в голове. Нет, послушайте, одно дело, когда он говорит, что он шоколад кусил ребенок, так по-детски, простодушно. А другое дело сказать, нет, вы знаете, я бы хотела состоятельную. У всех моих родственников были жены богаче, чтобы она была москвичкой. Хорошо бы, чтобы у нее были деньги. Хорошо бы, чтобы она работала. И что бы еще я с ней в своих брачных контракт. Мы возвращаемся к тому самому анекдоту про слона Лариса тут. И про бананы. Да, вот я хочу сказать, что тогда вы сами, если уж вы рискуете так смело и открыто свои мысли высказывать, должны быть готовы к той же смелости со стороны женщины. Чтобы она тоже высказала все свои желания, все свои претензии к мужу будущему. Я уже многое видел, меня удивить сложно, я готов к всему. Окей. Вот я вообще вас не могу представить. Ну как я буду, я вообще, я люблю посмеяться там и так далее. Он очень серьезный. После рекламы невеста попытается проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Сергей. Встречайте первую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, я Лиза. Сергей. Спасибо, что пришли. И вам спасибо. Я слышала то, что существует любовь с первого взгляда, предлагаю проверить. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, проходите. Приятная девочка. Приятная девушка, да. Да, вполне. Послушаем, сколько вообще ей лет. Здравствуйте, Лизочка. Здравствуйте. Красавица. Очень приятно на вас сидеть. Помню вашу сестру, и я вас просто умоляла не носить чулку, но вы опять пришли с чулкой. Это привычка. Она хочет быть в тренде. Красавица, девочки. И молодой человек. Это Игорь. Мой друг-коллега. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Елизавета. 22 года. В прошлом стюардесса и няня. Сейчас работает специалистом по документу обороту в банке. В жизни ей интересно абсолютно все, начиная от театра и заканчивая археологическими раскопками. Написала книгу о детях и хочет работать на телевидении. Мечтает о большом и уютном доме, где всегда будет много гостей. У Елизаветы не было серьезных отношений, а лишь влюбленность и короткие встречи, которые в прошлом. Надеется, что с Сергеем она откроет новую страницу в своей личной жизни. Такое вы впечатление оставили. Да, ну если я даже про челку помню. Истель, ну у вас что-то в жизни наладилось? Вы были у нас в качестве претендентки. Да, очень много поменялось. Поменялось? Да, я сменила работу, я переехала. Поклонники. Потому что вы умница, потому что мы не просто так здесь сидим, бла-бла-бла, мы затрачиваемся. Поэтому мы всегда необыкновенно счастливы, если нас слышат. Да, спасибо, я вам очень благодарна. Моя птичка. Вы, обе сестры, вы целомудренные. Ну и как вам живется? Да ничего, потихонечку радуемся жизни. Ну для вас это принципиально, вступить в брак целомудренной? Или просто вот так обстоятельства складываются? Ну хотелось бы, конечно, чтобы все было так, как нас воспитали и какие-то традиции. Вы москвички? Нет. А откуда вы? Пермь. Из Перми. Ну живете здесь в Москве? Она родилась в Перми, а я в Краснодаре. Живете в Москве? Да. У вас отцы разные? Одинаковые. Одинаковые. А что у вас есть в Москве? Я почему начинаю с этого? Просто для Сергея и Валентины Сергеевны это важно. Принципиально. Есть только мы. Это не принципиально, это информация. Крепкие белые зубки, волосы некрашенные, гибкие станции, зеленые очи, чувство юмора и коричневая родинка. На спинке под милой нападкой. Дала себя по описи. Это называется. Покраснела моя девочка, дорогая. Я знаю, что у вас были кратковременные романы, ни к чему хорошему не приводили. Ну можете вкратце рассказать. И как сами думаете, почему не дошло, допустим, до более глубоких отношений? Ну вот первый молодой человек, познакомились мы с ним в автобусе. Почему-то со мной мужчина. Вот который боксер. Да, в автобусе. Он никого не боксировал в этот раз, но меня увидел и поэтому забыла своих этих драков. Да, но тело это же невозможно скрыть даже под одеждой фигуры. Да, да, все-таки мы это имеем значение, фигура. Вот, и мы с ним познакомились, на следующий день встретились. Он меня встретил как бы с букетом цветов. Когда он мне сказал, что он боксер, я как бы так это, думаю, ну как так, где боксер, где я? Вот. И поэтому я так... А когда пригласил, на какой день вас к себе пригласил? А вот на следующий день прямо. И вы не побоялись к боксеру поехать домой? Да, ну, вы знаете, мы жили, что удивительно, в одной стороне, и прямо рядом у нас дома, практически рядом было. Ну, это ни о чем не говорит. Маньяки бывают, живут квартира в квартиру, просто дверь в дверь. А у меня собака такая большая, так что... То есть вы с собакой к ним пришли? Ну, там был небольшой еще парк, так что все нормально, там все было под контролем. И вот вы приходите к нему, шампанское или пивко? А, кстати, вы знаете, он спортсмен, поэтому он не пил. Да ладно, на этот раз пиво стояло на столе. Нет, а пиво это было после, потом, когда мы уже с ним общались на протяжении трех месяцев. У меня был день рождения, но как-то так получилось, что мы с ним не встретились в этот день, он меня не поздравил, как-то внимания не уделил мне. И я так думаю, ну вот как так, ведь он не так вообще, я так к нему была расположена. И я ему звоню вечером, говорю, ну, может быть, встретимся, все. Он говорит, ну, приезжай, возьми банку пива. Вот, и в итоге я так приехала, ну, без пива, без ничего. Я говорю, а почему так все получилось? То есть, он говорит, ну, ты провела день как бы не со мной, у тебя все прекрасно и без меня, цветы в урне. Ревность и ревность. Как бы, и вот, он говорит, я думаю, что нам лучше расстаться. Это, конечно, был для меня шок такой, я очень, потому что я очень такой чувствительный человек. Может быть, для боксера уже отношения должны были перейти к тому моменту на другой уровень, а вы все вот эти вот цветочки, собачки, парк. Ну, я знаю себе цену, я достойна, и если бы он тоже был достоин меня, он бы дождался. Вы совершенно разные с ней, да, разные типажи, разные увлечения. Как вам кажется, Сергей мог бы вас осчастливить? Ну, конечно, все в мире, в нашем сейчас... Я все старался. Ну, а вы готовы постараться? Я... А какие старания в ваш адрес нужны? Вот вы красавец, вы все про себя понимаете. Вы вот тот самый западноевропейский тип, а женщины статная, красивая, с... Ну, все в вас. Все в вас. Спасибо, Сергей. Я так подозреваю, что больше вам придется в отношениях, в браке стараться. Может быть, я смогу его своей вот такой... Чего хотите, давайте конкретно, чего вы хотите? Ну, вот говорят, что он добрый, заботливый, чтобы в нем была энергия, какой-то, знаете, вот жизненный ключ, вот этот вот прямо... Нет, подожди, с жизненным ключом у нас все в порядке. Но это в денежном эквиваленте. Мы будем детей с этим ключом рожать, ну, а там уж по статистике не обещаем. Это не удовольствие, это дело, серьезно. Просто... А вам это важно? Если важно, то вы не с нами. Подожди, ну, а как она может знать, важно или нет? Ну, хотя бы теоретически. Просто, знаете, говорят, что не в деньгах счастья, лишние квартиры у вас есть. Я это хорошо запомнила и усилила. А мы не про деньги. Ну, как бы, тут все должно быть в совокупности, все. Ну, вот этого жизненного тонуса... Господа и дамы, я почему-то не понял, почему в обществе возникло предположение, что у меня с сексом что-то не в порядке. Все в порядке. А кто, а что это вы решили, что у вас не в порядке? Нет, просто... Вы знаете, как у Джигурды, я уже пятый раз рассказываю. Когда он худел там на 100 килограммов, и я говорю, слушай, а как у тебя с потенцией? Он говорит, нормально все с потенцией, просто желания нет. Все, я же говорю, нужно в нем желание разбудить. С самого беду. Засмущали. Скажите, вас что-то напрягает в Сергее? Вот как вы чувствуете, ваш человек? Знает все про себя Сергей. Единственное, вот то, что ему хочется побольше такого оптимизма, хотя, может быть, он на передаче такой, скованный немножечко, может быть, вне этой передачи, и вот, как бы, в кругу своих друзей, он причинен на гитаре. Нет, он такой, какой он есть. Он настолько себя уважает, что он не считает нужным изображать из себя то, кем он не является. Это похвально. Может быть, надо немножко расширить ваши границы? Как бы и быть меньше, как бы меньше придираться к каким-то вещам. Я пытался изложить, что до 29 лет вообще выпал из жизни, занимался делом. Теперь вернулся в жизнь. Впервые выспался год назад. Полгода вообще спал. Вот, видите, вы встаете уже на правильный путь. Я встаю на правильный путь. И вот эта вот передача, я надеюсь, что это ваш такой отличный шанс просто начать жить по-новому. Да, после передачи жизнь изменится. Все, кто были знакомы, перестанут подавать руки, ну это уже... Почему? Да что вы. Вам не то, что будут подавать руки, вам позвонит пол Москвы, вам будут пожимать руки даже те, кого вы не знаете. Возможно. Подтверждаю. Мне кажется, мягкая девушка, спокойная. Хоть и говорит, но говорит. Ну это хорошо. Знаешь, немного противоположность есть какая-то. Потому что они притягиваются. Да, противоположность притягивается. На какие жертвы вы могли бы, ну вообще вы способны пойти ради счастья жены? Вот если, например, она будет любить шумные компании в доме, а вы, кстати, как относитесь? В настоящее время для меня очень важен покой. В настоящее. То есть в семье никаких компаний? То есть вас и в браке не будить? Это вообще ужасно. Да не в браке будить. Вы его не поймете. Ладно, девочки, и чего? Спит он себе? Повесил табличку? Ушел себе? А вернусь не скоро? А что, вам будет чем заняться? Только покой. Только покой. Можно было сначала отдохнуть, а потом приходить на эту программу. К животным как относитесь? Очень хорошо. Хотели бы кошку, собаку в семье? Я люблю собаку, кожу. Я люблю выращивать растения, но ввиду того, что по 20 лет часто бывал в деревне, умею доить корову, кур и все прочее. Нет, а в семье, в квартире бы хотели собаку? В квартире нежелательно. Все-таки это как-то надо ухаживать. Ну, это все можно сгладить. Это все вопрос времени. Ну, вы такая вот девушка сговорчивая, я понимаю, что вы с этим согласны, с этим, а с чем не будете согласны в браке? Что для вас принципиально? Нет, нет, нет. Курение, курение. А он не курит? Не курит, конечно. К алкоголю тоже такое. Следите за своим здоровьем, я обязательно хочу иметь дачу. Мы следим. Чтобы человек был здоров. Спасибо, а я хочу посмотреть на сюрприз. Угу. Солнце и огня для тебя и для меня. Для тебя, для меня станет солнце и огня. Ой, ну хоть заулыбался. Его точно надо раскачивать. Да, да. Вот прям взять третий его. Так вот. Какая молодец! Скажите, а почему вдруг Хава Нагива? Вы еврейка? Нет, я русская. Веселая. Это такая песня веселая. Ах, молодец! Умница! Проходите в свою комнату, девчонки. Забирайте цветочки. Ну, как вам? Ой, слушай, мне так все понравилось, что закреплялись. Да, даже, да, ведущие прямо аплодировали. Прямо так им было все приятно. Вот в этом она вся, мне кажется. Вы еврейка, нет, просто песня веселая. Это человек без предрассудка, вот умница. Ну, какая... Как вам, Мальчина Сергеевна? Понравилась очень. Роза, тебе понравилась? Ну, кому она может не понравиться-то? Хороша, девчонка-то, молодец. Все про себя знает, все понимает. Вот в ней есть такое какое-то здоровье. Задор, здоровье. Здоровье такое. Главное, чтобы она, знаешь, вот эту детскую непосредственность не потеряла. А ведь жизнь и так семейная. Трудно. Ну, если муж не занудит, то не потеряет. А если занудит, если он ее в рамке будет все время загонять, то она и погаснет. Понравился тебе, жених? Вот так. Ну, он неплохой, он неплохой. Если бы он еще был помоложе, можно было бы из него слепить. Так он молодой, ему всего 30 лет. Ну, 30 лет у него такие устои, мне мамочка его понравилась. Василиса. Призвана для чего-то большего развлекать и соблазнять кого-то другого. Того, кто, может быть, более... Возможен. Может быть, более яркую реакцию выдаст на эти ее старания. Давай пожеемся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. В эфире, давай пожеемся, у нас в студии Сергей. Встречайте второй невестке. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Сергей. Я точно не гламурный тусовщик, но веселье я люблю. Очень хорошо это вам. Спасибо. Ой, красивая девочка. С кем вы? Я с мамой Татьяной, подругой Екатериной. Давайте вас посмотрим. Екатерина, 19 лет. Студентка. Ведет активный образ жизни. Занимается музыкой, играет на фортепиано, поет, читает книги, изучает испанский язык. Очень любит животных и не может пройти мимо брошенного котенка. Предупреждает, что придирчиво к мелочам. Мечтает о полноценной семье. Избранник Екатерины красиво ухаживал за ней и устраивал романтичные встречи. Но вскоре поняла, что он не мужчина ее мечты. И прекратила ухаживание. Надеется, что Сергей разбудит в ней нежные чувства. Вы необыкновенная красавица. Спасибо большое. Вы москвичка? Да. Я здесь родилась и живу в Москве. И вот вы такая, Катенька, красавица, познакомились с молодым человеком. То есть вас подруга познакомила? У нас общие друзья, вот, да, с подругой были. И, ну, он начал, молодой человек, ну, ему понравилось, он начал за мной ухаживать. Сделал очень романтическое предложение встречаться. Еще бы. Вы были в каком-то парке. Да, меня подруга... С закрытыми глазами вас туда привели. Подруга привела. Звонит мне и говорит, значит, Катя, сегодня мы идем гулять. Одеваешь платье, одеваешь каблуки. Все в этом роде. Меня она приводит в парк с закрытыми глазами. Приводит к точке назначения. Я открою глаза, звучит моя любимая музыка. Испанская. Испанская. Молодой человек сидит в центре сердца. Сердечко выложено из свечек с цветами. Стоят мои друзья, стоят его друзья, и я просто, честно, в шоке. Долго он хотел вас, наверное, добивался, выпрашивал. Да, но я как бы на расстоянии, но все-таки, когда он сделал мне такое предложение, это очень было приятно. Я просто не смогла отказаться. Ну, просто его девушка. Знаете, это очень смахивное предложение руки и сердца, на самом деле. Вы представляете, если он так вам сделал предложение встречаться, то как бы прозвучала вот эта фраза, и в каких обстоятельствах давай поженимся. Так почему вы не дождались этого момента? Через три недели он мне предложил жить вместе. Какой скорый. Да, меня вот именно напрягает скорость. Что касается отношений, я люблю подольше присмотреться к молодому человеку. Ну, как-то да, через три недели. Через три недели, да. И причем он предложил снять квартиру, он не работал и не учился. У него не было никаких интересов. Ну, его родители содержали. Да. То есть у родителей было все в порядке. А почему не учился-то? Нет, не работать, это право его родителей, сказали. Молодость одна, у тебя есть возможность, деньги есть, учись и получай удовольствие от жизни. Ну, просто постоянные подарки от него мне как бы было тоже неудобно брать. Он покупал это на деньги его родителей. Очень правильно, что, в общем, вы заметили это. Это на самом деле достойно и честно. Вот это вот мелочь, можно сказать, но она очень нужная. Ну, почему? Я делаю подарки девушке своего сына. Она мне нравится, мне это приятно. Но мой ребенок не может. Ну, я даю Георгию, но он не может это заработать. А девочка мне нравится. Понимаешь, Георгий учится. И работает, кстати. И учится, и работает. А этот был тунеядец, который жил за счет родителей. Естественно, ей было не лично. А почему он не учился, почему? Что с днем было не так? Он закончил колледж. И дальше учиться не собирался. Обещал мне, что да, я пойду работать. Ты тоже иди работать. Первый курс я только поступила в свой институт. И как бы мне нужно только учить, по крайней мере. Ну, то есть он для вас был непонятным. Как-то он сразу вас хотел выдернуть во взрослую жизнь. А вы молодец, что не пошли. Ну, такая молодая и такая сдержанная. Она тоже в эмоциях сдержанная. Вот может быть, я и говорю. Может быть, просто... Может, это судьба у них? Да, может быть. А вам Сергей интересен? Зацепил он вас? Ну, знаете, мне кажется, у него очень внутренний мир такой объемный. Просто он не показывает этого. Я думаю, там есть что-то интересное. Хорошо. Таня более опытная мама. Вот вы знаете своего ребенка. Сергей, как вам кажется, в перспективе мог бы осчастливить вашу девочку? Мог. Мог бы. Что нравится во взглядах и в рассуждениях? Взрослые. Рассудительные взрослые. А что смущает? Ну, замороченные очень. Замороченные очень. Очень много анализирования. Рамки, как вот девушка сказала. То есть это не только мне показалось, это очевидно для всех. Поэтому вы не думайте, что я такая вредная цеплялка. Если я одна говорю, можно ко мне не прислушиваться, я не эксперт. Но если уже говорит третий человек, то, Сереж, стоит прислушиваться. Ну, это вот его черта характера. Понимаешь, что он акцентирует. Иногда надо угодить женщине. Сказать, я не устал. Игорь, ты можешь вот сказать, что тебе нужен покой. Оставь меня в покое. Нет. Я за любой кипыш, кроме голодавки. Да. Вы еще очень молода, вы учитесь. Да, второй курс сейчас журналистикой. А, журналистикой. Просто показалось, что профессия связана с музыкой. Сознаюсь, что есть у меня какая-то такая мечта, не печта, какая-то квазиэротическая что ли фантазия, чтобы жена умела играть на фортепиано. Что-то такое есть. А вы детей-то когда, наверное, после вот... Это был третий вопрос, но вы опередили. Детей? Детей когда? Вам учиться еще? Конечно, мне сначала нужно самореализоваться. Я не хочу зависеть от мужчины. Неизвестно, как моя жизнь повернет. Вот как раз в связке с Сергеем для вас это необходимо. Потому что я так подозреваю, с чем придете, с тем, не дай бог, конечно, если придете и уйдете. Поэтому вам нужно сначала определить. Самореализоваться. А вы готовы? Вам же детей прямо вчера надо было еще. Подождать готовы? Когда, мам, когда-то внуков-то хотим. Пока один. У нас, извините, дети, ребят, дитё позднее. Позднее. Еще увидеть охота. Вы готовы ждать? По обстоятельствам. Я хочу, во-первых, отдохнуть сам, чтобы не с корабля на бал. Год, там два, могу подождать. Да, ну вот видите, вот такую красоту. Ради такой девочки можно же, мне кажется, и подождать с рождением детей. Еще раз говорю, год, два, ну там три, может быть. В общем, это прекрасно. То есть вам хватит. Вы цыганили мы три года. Спасибо. Катюша, покажи сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 ласки, которой нужно будет с мужчиной общаться именно в поле эмоций прежде всего. Я боюсь, что ей придется вас слишком долго раскрепощать вот до этого поля эмоций. Она молоденькая, она может не справиться. Она не будет, она не знает, как это сделать. Но хороша сама по себе, конечно. Конечно. Ой, как приятно все говорят. Она прям права. Она права вообще. Ну вот, а ты боялась, что будут что-то мне так говорить. Видишь, как все адекватные. Я предлагаю Сергею встретиться с третьей невесткой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ехала я зимой на дачу. Здесь снег лежит еще горой. Смотрю я здесь на все и плачу. Восхищаюсь дачной красой. Здравствуй, Сергей. Министерпением хочется с вами познакомиться. Очень хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какие голосы у меня. Два парикмахера изменивали. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. С кем вы? Это мои подруги Нелли и Светлана. Очень приятно. Откуда вы беретесь такие красавицы-то? Из Москвы. Давайте на вас смотреть. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда. 24 года. Секретарь в спортивно-педагогическом колледже. Профессионально занимается танцами и гордится своими победами на различных конкурсах. Пишет стихи о природе. Мечтает о счастливой семье. Когда Надежда впервые влюбилась, думала, что это навсегда. Но через два года поняла, что он не герой ее романов. Надеется, что Сергеем ей удастся осуществить свою мечту. А вам 24 года. Да. У вас были отношения серьезные с молодым человеком. И они были такие естественные для вашего возраста. То есть вы не невинна. Нет. И вы не считаете, что это просто каким-то достоинством в 24 года носиться со своей девственностью, как курица с яйцом? Ну, понимаете, у всех жизнь разная. Все по-разному складывается. У вас она сложилась так, как сложилась? Да. Я не вижу в этом ничего. И вы не чувствуете себя ущербной? Слава Богу. Нет. Не в коем случае. У меня полная семья. У меня мама, папа, бабушка, дедушка. К сожалению, дедушки уже нет. И они поздние родители? Ну, я поздний ребенок в семье. То есть меня мама родила где-то в 30 лет уже. Первая все-таки. Первая мне больше. Выигрышная мне первая тоже больше. Да, первая выигрышная для него. Я фиксирую. И что там с любовью у вас? Могу сказать, что это были очень сложные отношения. Мне было в них очень сложно. Но любили мы друг друга. А что сложного было? Что мешало вам? У нас были отношения на расстоянии, во-первых. Это уже достаточно сложно. То есть я в Москве живу. Он жил в Подмосковье. И, соответственно, встречались мы только по праздникам. Либо он ко мне приезжал, либо я к нему приезжал. Но, сами понимаете, сложно так встречаться. Нет, на самом деле, Москва и Московье это все-таки не расстояние. Нет, ну хорошо. Но все равно еще и работа, учеба. Но, знаешь, здесь в другой район не наездишься. Ну а как мы с Сережей встречались? Ну что это? Это еще революция вспомнила. Сейчас все по-другому. И что, Надь, когда встречались, то где? Получается так, что я просто не работала в тот момент. Я жила на даче в какое-то время. Он ко мне каждый день приезжал. У нас завязались романтические отношения. Потом я уехала в Москву. И мы встречались. Либо он ко мне на выходных приезжал, либо я к себе на даче. То есть у меня же там дача. Но поскольку вы думали, что он один единственный на всю жизнь, поэтому вы себе и подарили ему свою невинность. Да, конечно. Потому что думали, что это в долгу. Мало того, вы же даже ему предложили переехать в Москву. Да, я предлагала. У нас были серьезные планы. То есть мы собираемся уже жить вместе, строить семью уже. А он что? Он был по этому поводу очень ленив и нерешительный. Он не хотел действовать. То есть у него как бы был свой дом, он его строил. Но, сами понимаете, загренный дом легко так не построить. Да что это? Конечно нет. И туда надо очень много вложений. Я все время заставляла его делать что-то. То есть я говорила, возьми кредит, давай там сделаем то-то, то-то. Он не хотел это делать, я предложила ему уже. Но ведь он не хотел с вами? Нет, он хотел, он со мной планировал. Именно со мной он говорил, что ты моя единственная. Я хочу там, чтобы ты именно родила мне детей. А вот, кстати, вы подарили, ему дали сам бесценный подарок. Он хоть оценил? Да, конечно. А как он оценил-то? Чтобы всем было понятно. В виде поступков. Это было, это романтическое ухаживание было. То есть он не из тех людей, которые просто отнесся как-то... Надюш, а как получилось, что вы послушали этот жуткий разговор, где он сообщил своим друзьям, что не собираются решения? Это было при мне, мы сидели в кафе, это было... Уже мы с ним просвещались два года, то есть уже, когда я сама хотела семью, детей уже хотела, чтобы, ну, когда он уже сделал мне предложение, он сам, ну, как-то зашла так речь в разговоре, и он дал понять, что он вроде бы не собирается жениться. Меня это очень расстроило, я заплакала. Он не понял, почему я плачу. Он говорит, ну что, почему ты плачешь? Хватит рыдать. Он же так сболтнул, просто бровада такая, типа, да ладно, у меня еще все впереди. Нет, на самом деле, для мужчины, когда они общаются с мужчинами, всегда говорят, вот, например, Сережа меня представляла, моя девушка, а когда с моими подругами, он говорил, или там со своими женщинами на работе, он говорил, это моя жена. Ну, то есть разница есть. Для мужчин им хочется казаться холостыми. А я, Игорь, до сих пор представляю, как мой бойфренд. Видишь, мужчины любят, что все думают, что они холостые. Как он вам? Мне показалось, Сергей очень интересным человеком, потому что он тоже стремится к семье. Я понимаю, что он тоже хочет детей, потому что у него такой возраст. Старикашка. Да ладно, ну что вы уже? Разница в возрасте не так важна. Главное, чтобы люди сошлись характерами. Вот смотрите, вот я, например, могу глядя на человека, снимать с него шелуху, в которую он сам себя погрузил, и увидеть какую-то сущность. Я почему так Сергея пытаюсь, цепляю, почему я его так ковыряю, мне хочется, чтобы он сказал, ну ладно, девчонки, правда, это была усталость, на самом деле я вот такой. Мне кажется, что Сергея... И даже то, что он сейчас сам о себе говорит, что я старикашка, я там такой-сякой, это его задело, он не старикашка. Нет, ни в коем случае, я просто, мне кажется, что ему наш, да, какой-то вот такой толчок в жизни, чтобы вот его взбодрить, чтобы он себя с другой стороны проявил. Мне кажется, что он не такой, как у нас и рассказывает. Ну смотрите, он то, что сказал, так и есть, патологически брезгливый, начитался всякой литературой, затуманил себе разум. Для него принципиально, чтобы девушка была невинна. Вот вы для меня невинны, потому что вы открыто нам рассказали обо всем, не гоморуйся нам голову, не обманывайте, потому что невинность бывает, ну так, по медицинским показаниям, а вы просто чистая молодая женщина, и я не вижу в вас никакой порочности. Для меня это все-таки принципиально, но для Сергея это принципиально. Позвольте ремарку. Я развиваюсь со временем, и лет 8 назад это еще не было важно, сейчас это важно. Лет через 5-10, если мне будет 40, там, у женщины 40, например, или там, если мне будет 60, а вдовею, у женщины 50, это уже другое. Ну, на сегодняшний день для вас это важно. Хорошо. Вот, поэтому вам ничего не остается, как показать сюрприз, дорогая, потому что здесь бессмысленная дальше, да? Она уже нецеломудренная. Оказывается, что это были. Серьезно, от него огромный минус, да, все. Им нужна свежая новая кровь. Красавицы, спасибо. Проходите в свою комнату. Валентина Сергеевна, как вам? Вы имеете тут последний сюрприз? Нет, вообще последняя невеста. А, вообще? Последняя невеста? Мне очень понравилась. Она даже очень похожа на его вторую девушку. Сергей? Когда показывали ролик про барышню, я уже срефлексировал, что она занималась танцами, как-то уже сразу стало понятно, что не мое. Девушка хорошая, пускай приходит невеста и найдет свое счастье. Я что, у нас первый пункт по первому пункту не проходит. Что обсуждать-то? Ну, я все обсуждаю. Я могу сказать, что единственная среди наших героинь не дева. По счастливому стечению обстоятельств по гороскопу дева как раз. И вам, земной женщиной, подходит. Поэтому все-таки умоляю, давайте не будем отказываться так решительно. Но, когда вам будет 60, возможно... Ну, знаете что, когда вам будет 60, вы уже никого не заинтересовываете. Это только если накопите много денег. Все бывает. Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет жених, давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Валентина Сергеевна, вот познакомились с тремя девушками прекрасными, одна другой краше, но нужно посоветовать только сыну одну. Как вам кажется, с кем Сергей будет счастлив? Надежда. Вторая. Катерина. Ой, Катерина, извините. Сначала зайдет, выйдешь с ней? Думаю, попробуем. Я тоже сначала думала, что это все на вас, вот наносное, что вы себя загнали, что вы на самом деле другой. Нет, не другой. Вам комфортно быть в этих предлагаемых обстоятельствах. И слава Богу. И слава Богу. Я единственное, что хочу для всех людей, будьте счастливы. И для вас хочу, Сергей, счастья. Ну, в том положении, в котором вы сейчас, вы-то счастливо можете себя ощущать, а вот девушка рядом, я не знаю как, вы как колючка. Вы такой, с вами страшно. Представляете, она шаг вправо, шаг влево, будет бояться оступиться. А зачем ей? Елизавета прекрасная. Екатерина просто меня очаровала. Абсолютнейший цветок. И это нужно мне быть таким злыднем, чтобы вот сейчас ее от замечательной мамы, от нежной, любящей, вот это вот совершенно какое-то сокровище, я скажу, вот идите к Сергею. Ну, это только надо быть вот такой вот злюкой, а я не злюка, поэтому я не хочу вам рекомендовать Катерину. Я думаю, Лиза, потому что она хотя бы может сказать, не-не-не-не, Сереж, посмеяться, похохотать, сказать, нет, вот до этих пор можно, а дальше, извини, ты мне портишь настроение, портишь жизнь. Готова быть это за него? А ты сам как думаешь? Ой, я... Я думаю, нет. Я даже... Ну, я не знаю. Вам больше всех подошла бы надежда. И я, несмотря на ваши принципы, не могу дать другого совета вам, кроме как пойти к ней, просто потому, что астрологически она лучше вам подходит. Я здесь сижу не для того, чтобы ваши принципы поддерживать, а для того, чтобы дать астрологическую рекомендацию. Я за Надю. Спасибо. Слушайте себя, вы пришли, вы имеете право выбрать ту, которая вам понравилась. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Алина, 23 года, номер 2910. Журналист, работает на телевидении, занимается йогой, мечтает встретить Новый год с будущим мужем на берегу океана. Познакомится с обаятельным молодым человеком, который будет способен осуществить все ее мечты. Анастасия, 25 лет, номер 2888. Специалист по международным проектам, переводчик с арабского языка. Занимается танцами, спортивной гимнастикой, сноубордом, серфингом. Хочет встретить надежного мужчину, которому станет не просто заботливой женой, но и боевой подругой. Мы не знаем, выйдет Сергей один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я вас не съем. Ни к чему вас не обязываю. Можно пообщаться. Дальше как получится. Обещаю не съесть. У нас есть пара Сергея и Катерина, если вы тоже хотите обрисеть свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то сейчас, это сегодняшняя программа, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-семьим героям на номер 4151 для Ларисы Гузеевой. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Удачи.